РАКУРС Большинство жителей республики На самом деле о тебе узнали из поста Радио Хабирова Он, глава республики, у нас вкратце рассказал о твоем проекте Теперь хотим услышать о тебе подробности С чего все начиналось? Расскажи предысторию создания Откуда пришла такая идея? Когда мне было 7 лет Я впервые увидел общение слепо-глухих людей Тогда это была тактильная азбука Они прикасались к друг другу И тактильно ощущали, какую букву сейчас передается беседник У меня это осталось в памяти И уже в 9 классе, когда я занимался разработкой разных игр Разных приложений и интересовался программированием То я решил, что можно решить их проблему И решил создать как раз мессенджер для слепо-глухих людей Я стал посещать мероприятия для слепо-глухих людей И в том числе Башкирскую республиканскую библиотеку для слепых Изучать проблему И как-то реализовывать приложение Создал прототип Стал тестировать И вот так произошло мое начало Расскажи, пожалуйста, механизм работы твоего приложения То есть ты ходил в библиотеку, наверняка там много книг написано на языке Брайля Да Как работает твое приложение? Мое приложение работает очень просто На смартфоне вводится текст Текст переводится в шифр-разбуке Морзе И передается на смарт-часы получателю, то есть слепо-глухому человеку Для обратной передачи информации слепо-глухой нажатием экрана на смарт-часы Вводят шифр, то есть долгое нажатие-быстрая точка Шифр также переводится в текст и поступает на телефон получателя То есть уже в виде русского или английского языка Как давно ты, собственно, презентовал впервые свою разработку, свой проект? Вообще мой путь начинался с школьных презентаций научных Я стал победителем республиканской научной конференции школьников Далее пошли какие-то уже бизнес-форумы И так я как раз по презентациям ушел И такой точкой, когда меня стали узнавать И стали предлагать какие-то, как-то поддерживать меня Это был конкурс «Мой первый бизнес» Там я стал победителем, получил грант «Умник» в размере 500 тысяч рублей И сейчас презентация у меня проходит почти каждый месяц Везде я показываю свое приложение и делюсь им Артур, ну коли же ты затронул, так скажем, финансовую составляющую Реализации твоего проекта Вот помимо гранта конкурса «Умник» Какую еще поддержку ты получил, может быть, государственную И есть ли заинтересованность частных инвесторов в этой разработке Как в России, так и за рубежом Проектом интересуются во всем мире Постоянно приходят какие-то предложения И сейчас я как раз на том пути, что нужно выбрать, куда двигаться дальше Также вот Ради Фаритович поддерживают и правительство Республики Башкортостан Но сейчас реализация приложения, вот эта точка до запуска Она доступна мне И я сам могу написать софт со своей командой И никаких таких крупных вложений в этот проект пока не требуется Но в дальнейшем, когда будет происходить уже запуск приложения на какие-то площадки То я думаю, да, нужно будет решить, куда идти дальше Твой проект, я думаю, социально важен не только в нашей стране Не только в Республике, но и далеко за пределами нашего государства То есть это социально важный проект Скажи, пожалуйста, вот ты выступал на конференции TEDx Очень авторитетное мероприятие Как вот эта конференция повлияла на продвижение этой разработки И может быть на заинтересованность именно частных инвесторов частного бизнеса? После конференции, как только видео вышло на YouTube, на канал TED Как раз после этого момента стали приходить постоянные письма Что мы готовы профинансировать, мы готовы помочь Мы готовы дать компьютеры, планшеты, гаджеты, смарт-часы, что только попросишь И я размышляю, я думаю, я советуюсь И я думаю, что следующий шаг в разработке и в продвижении проекта, он очень важен И многое зависит от того, где я останусь, где буду заниматься разработкой Будет ли это Российская Федерация, будет ли это какая-то другая страна, будет ли это Башкирия Я это решаю Скажи, пожалуйста, как ты видишь отдачу от этого проекта, монетизацию? Понятно, что ты сугубо в своей теме, ты специалист в разработке различного софта Возможно, у тебя финансовой деятельностью занимаются другие люди Но все-таки, наверняка, ты какие-то перспективы себе ставишь, какие-то цели большие Как ты видишь отдачу? Вообще, когда я только задумался над реализацией проекта Я ставил себе такую задачу решить финансовую часть моих аудиторий Существует на данный момент доктильный дисплей Брайля Который как раз является на данный момент самым лучшим способом общения слепо-глухих людей Это такое специальное устройство, на котором выдвигаются точечки И слепо-глухой тактильно ощущает шрифт Брайля и читает сообщения Но стоит это устройство около 4000 рублей И немногие люди в России могут себе его позволить Смарт-часы же, которые сейчас заполонили рынок И на которые очень просто писать софт Стоят намного меньше, около 10 тысяч рублей Вот мы сейчас как раз тестируем приложение на часах за 10 тысяч рублей И тестирование проходит на достаточно хорошем уровне Слепо-глухие воспринимают вибрации достаточно хорошо Вот, и главный... Я тебе перебью, вот то приложение, о котором ты дорогостоящее говорил Сколько оно стоит? 400 тысяч рублей 400 тысяч рублей Да, это специальное устройство такое Оно производится, в России его пока не производят А производят они в Соединенных Штатах и в Германии Вот, и также очень дорогостоящий ремонт данного устройства И главной моей задачей стояла Главной аудиторией моей и клиентами Были сами слепо-глухие Чтобы они сами могли себе купить это устройство Обучиться ему, обучиться правильно пользоваться им Вот, и как мне кажется Продажа будет как раз направлена на слепо-глухих людей Я буду посещать какие-то мероприятия для слепо-глухих людей Вместе с волонтерами, которые будут их обучать и так далее Установить специальный софт Вот, или уже взаимодействовать именно с правительством И предоставлять устройство и софт им Они уже будут распространять данные устройства По каким-то обществам слепо-глухих, слепых людей и так далее Я правильно понимаю, что для тебя сама цель Несколько большой заработок Сколько решение вот этой социальной проблемы Да, сейчас я молодой студент И главное, что вообще вдохновляет всю мою команду И меня, это идея изменить этот мир И меня часто спрашивают про финансовую часть Вот, и она нужна Я понимаю, что чтобы построить хорошую компанию Нужно знать, как работает эта машина Откуда берутся деньги Как их получить и так далее Но студенты, которые со мной работают в команде Их больше вдохновляет идея, чем деньги и так далее Артур, вот хотелось бы задать вопрос такой Наверняка ты погружался в эту среду людей, нуждающихся в этом Как психологически на тебя повлиял вообще образ жизни слепо-глухих людей? До того, как я встретился с ними на каких-то мероприятиях Или в библиотеке для слепых людей Я знал о их жизни только по картинкам, по фильмам, по видео и по рассказам каким-то Но когда я увидел это вживую И я был в какой-то момент реально в шоке Потому что это тяжело психологически Но проработав с ними около двух-трех дней Я понял, что это те же самые люди с теми же самыми проблемами И с ними можно коммуницировать, можно работать и так далее И рамки ушли, стены ушли И я замечательно с ними работаю и так далее Хотелось бы вернуться к физике твоего проекта Язык Брайля, он в принципе изучается с детства Людьми, которые не могут видеть или не могут слышать Азбука Морзе не изучается с детства То есть я правильно понимаю, что людям при использовании этого мобильного приложения Необходимо заранее изучить язык? Да, для пользования единственное, что нужно изучить слепо-глухому человеку Это как раз Азбука Морзе И по словам слепо-глухих людей, на которых я тестировал это приложение Они сказали, что никаких проблем в изучении не будет Потому что тот же самый Брайль состоит из шести точек Азбука Морзе на одну букву требует двух или трех символов То есть точки или тире И поэтому Азбука Морзе даже считается проще, чем тот же шрифт Брайля И никаких проблем с этим возникнуть не должно Сейчас ты учишься в Санкт-Петербурге в университете Итмо Почему выбрал именно этот вуз? И наверняка наших зрителей интересует, планируешь ли ты вернуться в родную республику? В Итмо я поступил по приглашению как раз самого Итмо Потому что еще в школе я стал заниматься разработкой данного приложения И они это увидели, заинтересовались Потому что именно в Итмо хорошо поддерживают студентов Которые хотят изобрести что-то новое и что-то интересное именно в сфере IT И там также много преподавателей, которые заинтересованы в этом Они помогают, они советуют Также у нас там хороший акселератор И я знаю множество молодых людей, студентов Которые тоже занимаются какими-то разработками в сфере IT Это очень интересно Хорошая комьюнити Что касается возвращения Республику Башкортостан То хочется сказать, что сейчас я учусь только на втором курсе Программной инженерии в университете Итмо И мне еще предстоит два с половиной года учебы на бакалавриате И также, может быть, я пойду в магистратуру Но за этот год в Башкирии я провел достаточно большое время И это даже не мешает мне учебе и так далее Решаются какие-то вопросы здесь Я всегда летаю туда и обратно И я думаю, что я и без проблем смогу решать какие-то вопросы и задачи Из любой точки мира И в том числе я могу ходить в Башкирии И в том числе твоей деятельности достаточно удаленно можно выполнять Да, да То есть я могу находиться здесь дома и выполнять какие-то задачи там Наш эфир буквально с минут на минуту подходит к концу Но все-таки хотелось бы узнать Вот наверняка у тебя есть еще в планах какие-то новые проекты Вот мы буквально за кадром говорили о них Расскажи, пожалуйста Сейчас бурно развивается такая технология, как машин леонинг То есть машинное обучение, искусственный интеллект и так далее И эти технологии я хотел бы использовать в тех сферах, где я имею какой-то опыт Например, в работе с людьми с ограниченными возможностями И как раз я даже участвовал в конкурсе Social Impact Award с идеей проекта Который заключался в переводе языка жестов на русский язык Но пока технологии не дошли до такого уровня, когда можно легко реализовать этот проект И пока этот проект у меня остается в таких планах дальнейших Ну что ж, Артур, я желаю тебе удачи во всех твоих разработках и начинаниях Спасибо У нас была программа «Ракурс» Мы говорили об IT-разработках в социальной сфере вместе с Артуром Шейхатаровым Не переключайтесь Продолжение следует...